Дорогие друзья, я хочу начать урок с рассказов в организации места, потому что создавая различные картины, полотна с помощью жидкостного рисования, мы имеем дело с текущими жидкими красками, которые легко разливаются, которые могут повредить поверхности и не всегда их легко снять. Что важно, что для работы с небольшими размерами полотнами, когда эти размеры не больше 50 см на 50, но 60 см на 50, в принципе достаточно пол стола или какого-то места, желательно близко к воде, к умывальнику, чтобы можно было использовать воду. Но также это не обязательно, потому что если вы организуете свое место хорошо, то в реальности не так уж много нужно этой поверхности для того, чтобы работать, рабочего места. Итак, я, кроме того, что я пользуюсь, например, какой-то старой скатертью, я использую нередко вот эти такие пластичные из пластика мешки для мусора. Можно использовать непрозрачные, можно использовать прозрачные. Другой вариант, который можно использовать, это можно купить вот специальную такую пленку, довольно крепкую, и можно ее отрезать и использовать даже несколько раз. И это хорошая защитная, так сказать, поверхность, поэтому очень важно, чтобы вы защитили вот рабочее место именно таким вот, скажем, водонепроницаемым материалом. Если вам нравится работать без этого покрытия, пожалуйста, я говорю, тогда нужно какие-то старые покрывала или, скажем, старые простыни, скатерти и тому подобное. Итак, что, собственно говоря, нужно? Поскольку краски, которые мы будем использовать, уроки с рисования, которых я буду показывать, являются жидкостными, нам нужно, значит, контейнеры, где мы будем разводить эти краски и не только краски разводить, скажем так, медиум, то есть растворители. И растворители можно разводить от, скажем, небольших контейнеров, но чаще всего требуется, я, например, люблю создать больший объем этих растворителей. Потом в следующем видео мы поговорим об этих растворителях. Но также можно использовать подручные средства, вот как, например, бутылка, куда можно налить потом уже готовую смесь растворителя и использовать для своих работ. Если вы работаете с какой-то небольшой картинкой, то сюда можно тоже наливать, содержать здесь, это обычные бутылки. То есть подручными средствами могут быть любые контейнеры, от чего только не хочешь. И, скажем, это можно использовать несколько раз. Что еще важно, например, различные вот эти, можно купить различные измерительные стаканчики, которые показывают количество миллилитров. Дело в том, что я редко пользуюсь точными измерениями. Я, ну, чаще всего предпочитаю как бы на глаз. И даже когда я готовлю пищу, у меня нет строгого содержания рецепта. И опыт показывает, что работа, например, с красками, растворителем, вообще изучение техники жидкостного рисования очень тесно связана с вашим умением чувствовать вот эту смесь, что из нее можно выжать. Для раствора красок можно использовать вот такие пластмассовые стаканчики, их можно купить в любом супермаркете, они дешевые, можно бумажные еще дешевле. Я люблю прозрачные, хотя еще раз говорю, что можно использовать различные подручные средства, поэтому даже стаканчики из-под йогурта, из каких-то там сметаны, еще чего-то. То есть это то, где мы будем растворять краски. Теперь, чтобы растворять краски, например, нам нужно какие-то, скажем, деревянные или пластмассовые палочки для того, чтобы размешивать эти краски. И такие пластмассовые палочки можно купить в магазине, тоже очень дешево, вот, например, 150 штук, это стоит буквально каких-то 2 доллара, даже меньше канадских, я не знаю, сколько это стоит в каждой стране, но это можно купить, это очень дешево, и также можно купить такие пластмассовые, например, для кофе, и можно все это сложить в стаканчик, например, который вы используете для своей работы. Теперь есть еще пипетки, и пипетки тоже иногда, чтобы это такие тоненькие, приятные пипетки с пластмассы, вот, их можно купить целый пакет, очень дешево, вот, видите, и поэтому это стоит тоже недорого, и поэтому можно иметь в запасе, не переживая, что какая-то пипетка загрязнилась. Кстати, акриловые краски даже в растворителе, даже если используется клей и, скажем, лак, резина, то в реальности их легко отмыть в горячей воде сразу же, то есть, когда они еще не засохли. Теперь, что еще важно иметь? Вот, например, есть метод раздувания красок, я люблю пользоваться соломкой, а не просто дуть, и это, кстати, вот таких соломок можно достать сколько хочешь, можно даже разной толщины. Да, кстати, для разлива, для разлива, например, красок очень удобно иметь вот с таким тонким отверстием бутылки, здесь еще есть соус, но, конечно же, если это закончится этот соус, я обязательно вымою и начну использовать, потому что очень удобно работать с такими бутылками. Что еще важно? Поскольку вы работаете с растворителями, они очень быстро сохнут, чтобы не повредить руки, нужны перчатки. Одноразовые перчатки, есть 100-150 упаковки, очень дешевые, можно брать прозрачные, можно брать более прочные, которые можно использовать несколько раз, когда их высушишь, поэтому все это приемлемо. Дальше очень важно, значит, смотрите, вот если брать мою одну из первых работ, видите, я не заклеила, вот получается такая грязная поверхность, как бы, все это можно поправить, то есть это можно закрасить, но довольно легко это устраняется до начала работы, когда мы просто заклеиваем вот края, об этом технике еще раз поговорю, можно пользоваться любой лентой, но желательно той лентой, которая на бумажной основе, или специальной лентой не слишком липкая, потому что если вы, например, особенно когда вы используете именно на покрашенных поверхностях, если вы хотите какие-то элементы рисовать, но в принципе лента должна хорошо приклеиваться, надежно защищать и легко удаляться. И вот, или такая, например, лента может быть, как изолента, это тоже все может использоваться. Дальше, значит, различные штучки для разлива красок, потому что краски можно мешать каждый стаканчик, отдельно стаканчик, потом смешивать одну, или же можно по отдельности, и вот эти все дополнительные наборы, такие вот, когда ложишь ты на полотно и, скажем, разливаешь потом, чтобы получить какой-то узор, все это можно использовать, я еще это не использовала, я просто попробую, проэкспериментирую, это очень дешевые наборы и, в принципе, можно посмотреть, какие получатся узоры, если использовать такие наборы. Иногда эти наборы содержат уже готовые краски, растворители, той пропорции, которая нужна для определенной, ну, скажем, для создания какой-то картины. Конечно же, поскольку краски разливаются, я использую очень простой метод, вот такие, ну, как бы, алюминиевые контейнеры, подносы, это для выпечки в основном, для приготовления еды, но они очень оказались удобными, потому что они собирают, во-первых, ну, оставшуюся лишнюю краску, кроме того, они, ну, их не так просто повредить, мало того, можно эту краску потом слить, собрать. И, конечно, если вы ложите просто картинку непосредственно на поднос, все равно краска будет затекать и будет портить ваше произведение искусства, поэтому я иногда просто пользуюсь вот такими сеточками, то есть, кладу сеточку и, значит, в дальнейшем, когда я рисую, кладу, ну, например, свой будущий, свой будущий рисунок, будущее полотно или... Иногда вот для того, чтобы не разливалось, я использую тоже, скажем, такой вот контейнер, и я пользуюсь, конечно же, бумажной, бумажной полотенцем, paper towel, салфетки. Салфетки, конечно, они не такие прочные, они рвутся, легко размокают. Эти немного лучше, и вот здесь хорошо содержать, вот если, например, работаю, я могу сложить сюда все краски, чтобы, опять же, меньше разливалось по... вокруг, по поверхности. И вот сейчас я вам покажу практически рабочий свой такой набор, то есть, я пользуюсь или решеточкой, или еще вариант один, вы можете... Оно уже приклеилось, видите? На этом можно, конечно, убрать. И чем это выгодно? Например, если я рисую что-то, я вот кладу так, тогда это стекает, и нет контакта, и поэтому поверхность не грязная, хотя так или иначе, ну, довольно часто все-таки не удается сохранить эту поверхность чистой, поэтому есть несколько вариантов защиты, о чем мы поговорим в следующих своих видео. И вот можно использовать... Не обязательно такие стаканы, можно использовать меньше. Самое интересное, что вот эта краска, ее можно потом сдирать и ее можно вырезать, например, вот смотрите, какой красивый. Ее можно вырезать и использовать для создания кулончиков, еще чего-то. Когда краска еще жидкая, ее можно тоже собирать и потом выливать на полотно. И это самое основное, конечно, что еще мы используем. Мы используем фартук. Он у меня такой, видите, уже весь в краске. Если вы, конечно, хотите, можно использовать новый. Ну, вот это мой рабочий фартук, который я использую уже давно. Его легко стирать, конечно, нет, стираешь до белизны. В работе с акрилом мы часто используем фены. И если вы даже смотрели на YouTube какие-то видео, иногда видите насадку такую длинную, я вам скажу, что насадка не очень-то играет роль, потому что, в принципе, есть режимы. И если, значит, прогревать полотно для того, чтобы лучше открывались вот эти клеточки, cells, как мы говорим, то важно использовать самые низкие скорости, то есть на очень низкие скоростях, горячее, тепло. Потому что если вы будете использовать очень сильно, это будет сдувать вашу краску моментально, за пределы даже полотна, что, конечно, будет портить работу. Поэтому неважно, имеете ли вы с насадкой или нет, можно пользоваться кухонным таким, значит, нагревателем в виде газа, то есть газовым нагревателем. В английском это торч, но дело в том, что это довольно опасно, потому что если вы не умеете им пользоваться, вы можете сжечь краски, сжечь полотно, и это приведет к плохому результату. Если говорить о различных учебниках рисования, их много в реальности, я вам скажу честно, я сначала, как примерный ученик, я решила почитать вот эти книги, которые есть у меня несколько, и я вам скажу, что очень мало практической информации. То есть, с одной стороны, кажется, все хорошо, вот, с другой стороны, вот, например, как бы есть, с одной стороны, неплохая информация, различные техники, но, с другой стороны, многие вот эти автора и вообще преподаватели, скажем, или, скажем, художники, которые, видео, которых вы можете видеть на YouTube, не дают точной информации о различных пропорциях и, скажем, тех же растворителей и все, и тому подобное. Это общая, как бы, информация, что можно получить, например, с различных растворителей того же аклерика, то, что в будущем я тоже буду использовать, поэтому у меня есть много идей, и кое-что от этого можно подчеркнуть, но опыт показывает, что если вы сами не будете пробовать, не будете, как бы, экспериментировать, то вы никогда не почувствуете именно вкус такого вида искусства, что считается, конечно, искусством, потому что оно существует уже, ну, минимум столетие, даже чуть больше, поэтому, не зная таких вот тонкостей, вы не почувствуете этот вкус, конечно, вы не достигнете того совершенства, которое вы хотите достичь в работе с жидкими акриловыми красками. О том, какие растворители я использую, мы поговорим в следующем видео. До встречи!